Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди, мы продолжаем знакомиться с Days Gone. Пока противоречивые чувства, но не будем судить слишком строго и быстро. Просто серии нашего бродягу бухаря. Покусали, он тут лежит. Давайте осмотримся в его убежище. Можешь ли поболтать? Какие-то функции нет, да? Нас настойчиво зовут в оружейный шкаф. И никуда дальше. Давай. Перед каждой миссией можно пользоваться, да? Так, что у нас основное оружие? У нас ничего нету. Пистолет. У нас есть наш 9-мм состояние хлам. Можно ли его каким-то образом подчинить? Так, особые предметы. Арбалет, оптимальный для бессуемой ликвидации и арбалет Номада. У него и по урону лучше, и по точности. Берем его, конечно же. Так, все. У нас есть теперь два оружия. А из основного ничего мне не дали. Отлично. Сейчас научимся им пользоваться. Что, дробовик у меня все равно почему-то нарисован? Внизу в левом экране. Ну, может быть, это считается арбалетом. Так, что я могу тебе создать? Болты. Не находил ничего еще. Пистолетом пользуется, соответственно. Короче, ничем мне не дают пользоваться. Ну и хрен бы с вами. Ладно, наша задача вернуть нам байк. Пошли. Заодно познакомимся с открытым миром. В прямом смысле открытым. Всего три болта, но судя по всему, их можно будет собирать. Проблем в принципе не должно быть. Лагеречек такой уютный. Ну а видите, оружие можно пользоваться только за пределами. Ладно, пошли спускаться, посмотрим, что тут есть. Давай пособираемся, что здесь плохо лежит. Медикаменты явно найдем какой-то больницкий, который плохо лежат. Что мы пока здесь можем пособирать? Пока я проверил, никаких. А кстати говоря, если нажать меню паузы, то видно, что прошло 735 дней. Это с момента какой-то видимо катастрофы. Меняем биту. Та бита у меня уже такая потрепанная. С момента катастрофы, приведшая к появлению этих фриков. Пока некуда мне применять предметы, отображенные шестеренками. Хотел я что-то сначала попробовать в этой серии включить автоприцеливание, но что-то потом передумал. Но стрелять тяжеловато, честно вам скажу. Я как бы не самый рукожоп из всех рукожопов. На втором месте наверное. Но в любом случае, я испытываю напряженность. Может быть так задумано изначально, но я не могу сказать, что я этому рад. Так, пробег мы знаем, все. Больше собирать не надо. Блин, подбегаешь, ничего нет. Отбегаешь, что-то появляется. Все, ничего, да? У меня бутылка есть. Все, давайте уходите, то мы тут уже и так задержались. Идти придется пешком. Идти придется в ночь. На байк садиться нельзя. Поставить, подскочить за ворот в убежище как можно быстрее, да? Тогда она закрывается, я понял. Так, смотри, у нас там есть заправка. А, нет, это канистра, да, получается? Топливо. Мне пока топливо не нужно, мне нужно пройти до маркера. Он у меня подключен. Пойдем. Не понял? Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Ночная миссия. Так, арбалетом уже можно пользоваться. Но я с ним, наверное, и буду бегать пока. Оружие перезарядим. Трупешник. Так, это мы что соберем, если соберем? Возможно, можно собрать болты для арбалета. Хорошо. Блин, мне тут напоминает какой-нибудь харайзин. Где-то бегал, собирал кусты. Постоянно. Так, вот с этой машины что-то можно собрать, но там по-любому не в минимум. Так. Собираясь под красные заметки, присядьте, чтобы производить меньше шума. Я понял. Это лагерь мародеров. И он прямо с нашим лагерем рядом. Бесшумность и метки. Посмотрите в бинокль с помощью... Зажмите, понятно. Нас учит бесшумность. И меня, короля стелса. Учит бесшумность. Наивные. Так, скольких мы видим пареньков? Там еще фонарик шныряет. Вроде больше никого. Че я тебе могу сказать? Этих двух, если убивать, не получится поочередно. Нашел что-нибудь? Как я и говорил. Те намады на байке, которых мы видели. У них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну че, неплохо. Как стемнеет. Наглянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Понятно. По нашу душу собрались нехорошие людишки. Так, один ушел, один остался. Всего трое вижу. Ну, пошли потихонечку их шмалять. Он же специально встал, чтобы я его убил. Я думаю, первые такие стелсовые задания будут спокойные. Шум не производим. Ты уже не пойдешь на место. Как ты понял, да? Это я возьму. Так, а здесь немало. Как бы... Их тут как бы очень даже немало. О, у меня что-то хорошее. Беру, конечно, основное оружие. Винтовка. Быстрая смена оружия. Чтобы быстро достать... Сменять оружие, нажмите... Чтобы быстро достать особое оружие, удерживайте. Ну-ка. О, наконец-то они мне дали кнопку, которая мне нужна. Отлично. Особое оружие получается. Вот это уже удобнее. Вот это мне уже нравится. Слушай, там уже он дикари бродит. Этих двое, да? Я хочу арбалет опробовать. Так, здесь бита. У меня есть бита. Лечилочки. Так, эти по максималке у меня, да? Попробуем сделать это все медленно и аккуратно. Если убить вот этого паренька, вот этот будет бродить, да? Кто это был? Да сядь ты, дебилый кусок. Так, этого нужно ловить в момент, когда он пойдет сюда. Ну, вы поняли. Потому что тут стоит все время. Ага, а этот еще сюда приходит тоже, да? Тут они, типа, не совсем пальцем деланные. Да, поймаем его на обратной дороге. По-иде, сейчас надо было ловить. вообще леди какая-то и нарыт ладно живых людей можно обыскать это уже хорошо мне интересно что за оружие здесь валяется и можно ли поменять нет у меня такое же да получается разницы особой нет так этот паренек ходит там его лучше оттуда ловить но это хочу арбалета пробовать баллистика на балетные баллы влияет силы тяжести поэтому высота их пальцев становится меньше состоянием чтобы пройти цель находящийся выше к вы учите сэнки не надеюсь я еще могу спалиться поэтому арбалет мы попробуем другом пареньке тут какая-то паникерша она прям такая внимательная найдите на адекватное со всей банды так у него какая-то крутая штука берем по максималке различными боеприпасами вы садили нас обнадежившись уроды не суетесь к нам на гору олири бухарь я нашел их лагерь просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу сначала руку твою подлечь им а потом уже будет об этом думать я пошел за байком конец связи так ну чё в принципе вправо влево отходить не будем пойдем по меткам я чего-то для себя поставил задание отходить фрики чувствительны к свету они ищут пропитание поначальному во время грозы не успел прочитать нас в том что они жесткие так как думаешь что-то может быть что-то будет может быть но если я опять начну бродить по этим ларечкам ничем хорошим это не закончится так вот я в этой игре поставил себе задание ходить тупо по маркерам не отходить далеко потому что есть подозрение что здесь особо не повлияет немножко может быть это до этого конечно было так но пока что-то я не заметил чтобы я находил что-то прям дико полезное непогода способом ограничить зрение слуха спортивных криптована может влиять на состояние дорог и троп я понял ну что лучше этих уродов обходить совсем какие-то интересные места будем заходить ничего на карте особо не помечено растения будем собирать но не правда особо чуть не собираются проклятый дождь если не фрики так обязательно дождь почему с неба все время льет но вообще уже вторую серию записываю и уже не раз так говорил есть ощущение что-то все-таки ближе к встрече и особенно ко второй части уже недалеко я правда в нее не играл но из того что видел как знаете как это популярно у нас обзорную игру я не играл но игра говно так здесь ничего нету да если я спущусь а че упаду бля мне по любому через него проходить а по любому через них проходить я постараюсь делать и на максимально спокойно со стороны горы не от интересен значок видимости еще интересно то если ты 1 сагра в остальные тоже сограться или нет стараемся сделать это тихо надо добраться до байка я уже близко вид подозрение что я просто окружен кишащими нехорошими ребятами где что-то моргала сейчас нету я не понимаю эту систему она моргает что что то есть тут же пропадает потом снова появляется маркер что что то есть так тут их многовато тут их прям на голову а то попробую спалюсь так спалюсь быстрей быстрей бежать бежать понятно запалили надо найти его то что дружище где-то спрятался это здесь мы оставили его здесь так если чего от них можно прятаться это хорошо убегать вернее так возьмем что-нибудь из эмбуленции в амбуленции всегда лежит что-то хорошее отлично но пока недостатка в ресурсах я не испытывал излишек ли это уровня сложности или это просто игра такая дружелюбная но факт остается фактом так по ходу сейчас будем ездить ездить особо не хочется мне как-то с пешком спокойнее тем более что здесь мне особо не понравилось автоматом что даже подходить не надо вы можете на время оторваться последствия если бы сядьте на корочки и пролезть через дуру спасибо сам бы не догадался успокоитель строго соблюдают догматы своей секты они мучают людей вынуждая их прийти в свою веру байк исчез блять коплэнд твою мать ты из лагеря копланда выдели мой байк ай стой подожди не будем убивать не беги ты и дурывать не будем просто нужен мой байк будем выносливость ну-ка вы не знаю я буду использовать с умом что пристрелить его нет как-то мухарь слышишь нет люди кокнута добрались до него первыми я пошел его лагерь конец связи лагерь копланда короче все больше убеждаю что нужно просто идти по маркерам не обращать на что влияние если сейчас начну их убивать я точно застопарюсь сагар еще больше стамина заканчивается быстро и никакие заметьте никаких маркеров на карте не подсвечивается что там вместо интереса или еще что-то там вообще горячая труба так спокойно вот он лагерь копланда они будут по мне смолять нет да это противники нет видимо надо побазарить давай побазарим раз надо я пришел с миром какой-то козел украл мой байк про это я ничего не знаю поговорить хорошо нему то я и пойду ладно здесь не противники здесь свои давай наверно лучше гнездо убежища среди местных давай изучать побочные квесты вся фигня пока если честно играю такая изобилию клише кухня растение мясо животное можно с ней лагерем кухню зарабатывать и кредит уровень доверия вам повысится а мне ничего особо нету продать кучу всего продадим все на сегодня это все я понял короче лагерь это доброжелудный доброжелудный дыха и сказать людный и доброжелательный сказал доброжелудный запишите себе пожалуйста сие слово словаре используйте я уже даже забыл это слово произносить полет фантазии закончился трофеи а это как раз те карточки которые мы собирали сдачи трофеев уши фрика может за трофейщиком понятно сдаем все все еще зависит от уровня пока что это все от уровня убитого табу фрика привет мы не давненько не видел или просто не заметил запашу а меня за это кормит до лагерная жизнь лагерная жизнь слыхала такой книжки дзен и искусство ухода за мотоцикл не как-то никогда времени особо не было на книге а я тогда в своей мастерской всех механиков врачей заставил механик должен обрезки равновесия духа вот поработай голодным мигом дзен обретет я тут ищу байк да о не-не-не этот не бери почему его только привезли какой-то урод сива лапа его бросил он весь ржавый а уж как его ушатали голову бы за такое оторвал да неужели ну да это это уже дрова мы его только что разобрали в нем даже бензонасоса не было а пригодился даже бензонасоса типа такого понял типа такого мэнни я понял понял когда я сказал урод я имел ввиду того урода который его пригнал наш мод хреново привязали короче вон всю дорогу болтался в кузове прямо на пару слов я вижу вам тут досталось ночью был тяжелый бой опять упокоители уже второй раз сюда заявляются говорят ищут тебя и ухо люди водище много чего говорят люди тут друг другу помогают но если начнется голод ну сам понимаешь озеро вас не прокормит форель пока есть озеро держится за счет талых вод рыбу сюда больше не запускаю однажды она кончится как и все остальное не обязательно диалог можно пропустить мы с отцом здесь охотились на ли строили за си и уклали в один раз столько мяса набирал что съесть не успела я слыхал приманивать оленей было запрещено законом отец признавал только один закон конституцию сша видел бы у нас теперь америка страна свободы да это точно я тут ли он и жду да он не вез кое что неужели нам тут очень нужны лекарства а и он так и рассказала что он просто сбежал короче найдешь его тайник неси все мне мне дик и тогда ну проси что пожелаешь мой байк который твои люди украли и разобрали его просто нашли на дороге ну ладно ладно я это учту классный кипарик чего вот этот слышь ты никогда не у леона был такой же богом клянусь я заткнись хочешь торговать в моем лагере будь добр на меня поработать куб черт ладно раз уж я здесь чё тебе надо вот так то лучше какие-то козлы нападают на моих добытчиков засели на радиовышке к западу от алили это же в твоих краях вообще-то нет но я разберусь не сомневаюсь отлично он нам уже не нравится мы явно с ним еще закусимся он скорее всего умрет да уж куб теперь то у нас оружие никто не отнимет так ведь персонажа находка куда-то заходите посмотреть там эту по или что днем рождения клуб значит у него была дочь ладно обязательно в следующем серии разберемся все посмотрим персонажа находки персонажа а вот они отмечают с цифрами понятно это то что мы ищем да посмотреть нельзя это в общем где-то возле на кладбище возле такой статуи куплен право на оружие почитать тоже не получается на биле правах сезон охоты адресованная коплана открытка найдена в лагере от ней можно подробнее посмотреть папа я тебе скучаю скорее бы начался сезон охоты тогда я на деле отпишусь с работы и поеду с тобой кристи явно дочка уже не жива ищу потрясающего мужчину понятно объявление газете это еще с первой серии с нами найдено кофеман горячая блондинка брошюрка хотите умереть медленной смертью приезжайте в хангри джимш черная смородина варенье сиропы талакнянка вороника старлист ромашка кисленник что немало уже набрал растение ладно по крайней мере хоть понял где-то смотреть наши продукты вы просто на продукты продукты не проблема так ты мне задание дал то с одной стороны хорошо другой стороны не очень какие-то сайт квесты ищики интересные разговоры с персонажами и такое мы не знаем такое мы не видели это нам неинтересно я понял что-то пособирать что-то почитать не это мы не видели это нам неинтересно понятно где мы спускались то здесь по мосту да полностью обратной дорогой таксова можно побазарить нет более ну как-то хоть бы пару диалогов каких-нибудь сторонних я конечно не любили такое аутентичника болтовни но все же так сюда нам сдавать нечего мы еще не все посмотрели в 10 горяча можно было пособирать иди где постой братан ты уж извини меня я я же не знал клянусь мы не ты знаешь сколько времени я в этот байк в бухом я же его своими руками собрал я понял да я те все возмещу честно вот гляди новый склепал ты называешь эту хрень байком ладно я еще пищу детали там я все устрою клянусь а как насчет моего топливного бака который был подарком от моей покойной жены его ты тоже мне устроишь блин дик прости иди ты нахер мои так задание выполнено дали очков опыта явно далее то что можно потратить на прокачку лагерь копленда пора в дорогу статистика 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 так это что мы не днем рождения почему нет кнопки сразу почитать это было бы удобно по моему опыту в ремонте байков никакого цена нет за на искусство ремонта кстати говоря не опыт они что за это не даю до прослушку слушай хватит об этом так ночью-то лагерь ты какой-то скучный получился бы то ладно пошли прокачаемся навыки целых два целых два так это то что мне доступно до убивайте мелких врагов успешно вырываясь из захвата возможности монтируйте кто на ход наружу с помощью лома усилит начальный эффект и мы же чем микстуры так стрельба возможность носить огромный урон повышение точности возможность пользоваться концентрацию тогда повышен точность это однозначно удерживайте r2 нажмите r2 при перемещении потребность оружия уменьшение раскачки при использовании прицела это купил ладно разберемся так ну что же я немножко отвлекся я думаю ничего страшного не будет давайте брать мотоцикл нас выпускает свободное плавание 84 процента бака я уже понял что надо будет запариваться по заправкам как мы поняли что вы с ним сделали из первой серии это то что управляется он не самым лучшим образом чтобы эти взанос время разгона нажмите кругляшок управляем быстрее проходят повороты ладно сейчас будем обучаться сейчас будем обыкаться бухарь ты меня слышишь как ты там как рука ладно но все равно я сгоняю к блокпосту нера поищу там стерильные бинты мазь что-нибудь такое как скажешь я сделаю обход надо убедиться что на горе никого нет бухарь нет нет у тебя ожоги третьей степени оставайся там и лежи я уже скоро буду в общем я понял одно мотоцикл у нас здесь в роли платвы у геральта неотъемлемая часть нашего геймплея я так понимаю что мне надо будет и заботиться и заправлять все остальное покойно брат и попробуем наш самодельный мучает как он работает так это уже какой-то у нас этот не нужно уши фриков морда я знаю ли сдавать такое ощущение что в дарк соус уже играешь я просто эту серию дозаписываю после перерыва и поэтому сейчас немножко с управлением обыкаюсь ладно очевидно что лучше взять нам наш прекрасный арбалет все хочется блять обыскать все хочется посмотреть сохранение игру байка чтобы выполнить без сохраняя пройдите к байку удерживайте эта функция не работает во время боя да понял я уже это не дурак то есть сохраняемся возле байка быстрое сохранение отлично ладно блок пост нера что такое нера тип амбрелла какой-то что что это такое так что у нас по материалам создавать нечего создавать нечего создавать нечего пистолет есть пистолет есть очень хочется прокачать м7 я не совсем понял что сейчас за оружие то есть это или винтовка прям дальнобойная так еще один парень он здесь есть есть мачете еще одна вот он блокпост нера надо найти медикаменты для бухаря давай возьмем хуже не будет надо бы каким-то образом и прокачивать я видел там в меню прокачки навыков различные вещи с ними связаны вообще к прокачке надо будет подходить максимально как-то с умом но я между сериями посижу посмотрю чтобы прокачивать на будущее вам доложу уже так ну что тут есть обыскать передвижной пункт это передвижной пункт у них так канистра она нам пригодится знаешь для чего для того чтобы заправить наш байк если я правильно понял слушай не понял где мой байк а я уже думал что это далеко ушел вроде заходил как это делается давай проверим то что надо лично порядок ну и в ваших комментариев я также понял что бензин неотъемлемая часть принципе геймплея и быстрое перемещение требует бензина поэтому кататься просто без ума смысла нет вообще в игре наверное есть хороший подход к реализму это радует я думал то банка что-то из себя представляет какой-то протеин или чё-то так но я сюда не лезу потому что у меня этой штуки по максимуму поэтому как бы а чё у нас по карте вот он рядом блокпост да то есть он большой сколько их тут что мы в принципе ищем вот в чем главный вопрос блин они так двигаются что хрен ты попадешь не здесь можно смотри быстро прошмыгнуть если чё так это машина здесь она меня не интересует не внутрь надо это очевидно по хорошему любом случае зачиститься короче я понял что такие места на защищать рукопашку единственное что очень быстро тратится прочность нашего элемента но блин ладно в любом случае должен быть генератор если чё в любом случае здесь еще одна мачета валяется я знаю где она валяется здесь могут быть патроны полицейские машины поэтому обыскиваем хорошо винтовочные патрончики это супер восстановить питание передвижного пункта нейро да если чё вот ножку стула но похуже конечно так мы все будет крутиться вокруг этой большой большого здания так все по максималке все по максималке пока в ресурсах нету больших проблем особенно если ты все изучаешь да поэтому принципе он получать не страшно я пытаюсь понять откуда вход так вот здесь паренек сидит он ко мне спиной сидит давай здесь подозрение что он сейчас встанет нет не здесь он какой-то один из бешеных о топор 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 это круто топор это прям очень хорошо топор это прям очень хорошо но его надо будет подчинить во всех смыслах этого слова поэтому я пока его оставлю загашники кстати говоря там в меню навыки есть способность забирать стрелы выпущены то есть принципе она не по умолчанию она не по умолчанию сначала нужно и прокачать я я немножко так говорю как бы с паузами по той причине что я сосредоточен но у меня знаете тогда сначала в округе смотримся мне очевидно нужно будет запустить генератор а бензин который возможно нашел для запуска генератор я потратил уже непосредственно на свой мотоцикл это может быть стать краеугольным камнем вы не думаете что мне сейчас надо будет искать бензин другой локации это было бы not very good ну давай запускать и сразу сюда это очевидно ну давай падла заводись надо найти бензин класс ну как я в принципе думал я бензин то находил только я уже потратил там не бензин случайно ну лезь уже две стрелы да все есть а поднимать их не могу в чем причина пригодится как бы не очень хорошо ладно чудовая искать бензин возможно наверху но его найти было бы неплохо короче первым делом прокачиваем способность собирать стрелы я ее увидел уже слишком поздно так это что такое а это какие-то громкоговорители я понял передвижным можно включить не поднимая шума понял 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 то есть если бы я включил генератор не отрубя эти штуки они бы привлекли большое внимание прикольно сделано но это прям как быть far cry где-то только чем немножко по-другому сколько здесь много нет блин а где мне теперь бензин то искать пацаны вообще ребята так как у нас с высотой дела обстоят нормально так смотри тут что то есть интересное нашел интересное местечко нашел интересное местечко но оно явно не сулит себе ничего интересного хотя выглядит как такое место которое не каждый найдет да но туда прийти надо хрен знает как запомним зачем мне в комментариях скажите когда прийти ладно чё пошли проверим ту канистру возможно возможно я не говорю на сто процентов но возможно я не весь бензин потратил там в канистре но это не точно можно ли найти бензин в багажниках блин пока у меня все по максималке тогда не канистры с бензином нет да отличие отлично хорошо что они поставили дублирующую то было бы не очень прикольно так ну что давайте проверим если мы отрубили генератор но смысле имею до громкоговоритель и как это будет с точки зрения привлечения орды а не пишется сколько в канистре стало бензина я бы с собой такой взял бы в случае я готов я на всех случае возьму что топор стопроцентный да он если что будем им рубить так ну учитывая что громкоговорители и отрубил проблем быть у меня не должно да лично давай заходить так стерильные бинты где они могут храниться так ну здесь короче я понял теперь движение пункта неру это клон дайк различных боеприпасов дохода открывать двери пока не будьте смысла в этом нету если тут кто-то кто их охраняет похоже нет все по максималке все по максималке чё за неру чё за компания запись передвижного медпункта я не сразу свалил вместе с дружками добро пожаловать в мой мир тупой ты ублюдок я не сразу понял что это звучит из джойстика но это типично для sony для ее игр поэтому это нормально это было и в horizon это было в инфеймос по моему выбрать не буду нового в horizon точно такое было но каждый раз когда к запись будет произноситься я буду подносить ее к микрофону так что как говорится извиняйте за качество но вот так да стерильные бинты то что доктор прописал теперь надо вернуться к бухарю инъектор нера встречается в пунктах на блокпостах понятно здоровье запас сил концентрация что-то вроде инъектора есть подозрение что надо надо качать скорее всего стамину потому что он здесь явно будет пригождаться и в бою и в избежание убеганий поэтому качаем пока что запас сил для лучшей жизни запас сил это стамина правильно правильно я не знаю если тут какой-то максимальное значение стамина или максимальное значение здоровья но кого не так качаться так здесь у нас мы ничего не нашли в пистолет у нас и так пистолет особый у нас это карбалет проблем особых нет ладно вот что-то не взял что-то не взял а поспать понятно как бухарь говорит койка зовет успешно соответственно самым автоматически до утра как это допустим метро выбора не дают да ну да лучше днем двигаться так ну чё давайте выходить так здесь слышно пареньков медленно оружие но эффективно явно один пришел тут дождик сейчас пойдет он должен заглушить мои страдания так ну все в принципе здесь нам больше делать нечем нужно дойти до мотоцикла особо запариваться по сбору всего и вся не будем куда ведет этот не туда ли откуда мы пришли дома туда ездили туда ездили как раз на этом туннеле мы тренировались шмалять бухарь слышишь меня вот еще чуть бухарь возьми рацию придурок не отвечает где его черти носят брать нечего да у меня все довольно хороших максималках ладно поехали бухарю бухарь слышишь меня вот это да и Субтитры создавал DimaTorzok